Приветствую всех в школе Джобса, в джоб-скул. С вами я, Достон. И в сегодняшнем видео мы с вами разберём фильм, который называется «Коко», «Тайна Коко». Он рассказывает о парне, мальчике из Мексики, и он очень хочет стать музыкантом. Давайте же посмотрим, о чём этот мультфильм. И если вы хотите также посмотреть этот мультфильм с субтитрами, вы можете переходить на сайт, который называется puzzleenglish.com, как вы видите здесь. И сегодня я постараюсь объяснить ещё больше каких-то моментов, которые будут интересны. То есть, эта история также о том, в Мексике есть такой праздник, как «The Day of the Dead», который переводится как буквально «День смерти». Они почитают, дают уважение ушедшим. И наш герой, Мигель, он отправляется в путешествие. Давайте же посмотрим. И всё начинается с того, как Sometimes I think I'm cursed. Иногда кажется, что я проклят. Cursed означает проклятый. То есть, он говорит, что Мне кажется, я проклят. Cursed. Неправильное произношение здесь. Серьёзно. Cursed. 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 Yeah. Cursed. Вот. Вы также здесь можете выбирать разные произношения. Английский. Cursed. 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 Да. Хорошо, поехали дальше. I think I'm cursed. Because of something that happened before I was even born. See? A kiss of something that happened before I was even born. Он говорит, что Что-то произошло Даже до того, как я Родился. A long time ago There was this family. The papa He was a musician. He and his family Would sing and dance Encounter blessings. Он говорит, что его семья была примером для многих И в конце также он упоминает о том, что Count their blessings. So blessing означает, как бы, to bless, означает благословлять. Но здесь также можно count, это как бы считать, считать благословление, то есть наслаждаться жизнью. But he also had a dream To play for the world And one day He left with his guitar So he left with his guitar So left – это прошедшая форма глагола leave, который означает уходить. И здесь они говорят о том, что он Мигель говорит о том, что Его папа То есть, не его папа То есть Папа ушел куда-то То есть история о Семье И никогда не вернулся То есть Return Это у нас глагол правильный То есть для правильных глаголов Мы просто должны поставить Частичку Иди В конце предложения And the mama И мама She didn't have time to cry over that walk away music Musician? Musician, sorry То есть Он говорит о том, что Она не плакала То есть Она не Как бы Не сдалась Cry over Означает Видите? Она как бы Не сдалась Она Не остановилась Она закатала Свои рукава То есть Здесь Буквально То есть Да Закатывать рукава Roll up Your sleeves Означает Roll up your sleeves Но так же Это означает Как бы Собраться Сделать что-то Я Собрался Я намерен Что-то сделать Когда вы говорите I will roll up my sleeves Вы имеете ввиду Что вы будете Что-то делать Иногда даже Есть такое значение Как roll up Sleeves Как бы Готовиться К чему-то Не знаю К какой-то Трудности Не знаю К драке К борьбе К чему-то Хорошо Поехали дальше To make shoes Буквально означает Делать Обувь Хорошо Давайте здесь Разберем Она могла бы Делать конфеты То есть Здесь идет Речь о О том Чего не случилось Она могла Быть Очень полезная Фраза Хорошо Это у нас Получается Нижняя одежда Нижнее белье И wrestlers Если вы знаете В Мексике Очень популярен Этот Жанр Не знаю Как Актерство Или как это Называется Как видите Еще раз У нас здесь Глагол в прошедшем Chose От choose То есть Выбирать что-то Если вы говорите Я выбираю что-то I choose this Я выбираю это Если вы уже Что-то выбрали Вы скажите I chose that Я уже Выбрал это То есть Она выбрала Обувь То есть Дело Которым Она хочет Заниматься Как видите У нас здесь Еще раз Глагол Сегодня У нас Очень много Глаголов Которые Мы с вами Изучаем Как будет На английском Глагол Учить Правильно Teach Из-за этого Мы говорим Teacher И у нас Здесь Глагол В прошедшем Это будет Taught Как видите Глагол В прошедшем От teach Учить Преподавать Хорошо Поехали дальше То есть Втягиваться Во что-то Rope Как вы знаете Это у нас Канат Получается Да И Втянули Да Как бы Такой у нас Получается Фразовый Глагол Да Также Вы втягиваетесь Смотрите Со своими Детьми Со своими Друзьями Этот Разбор Сегодня Потому что Этот фильм Очень интересен И Также Берите Какие-то Сладости Напитки И Наслаждайтесь Полезно Чтобы было Обучение И интересно Хорошо Поехали Окей Здесь Очень Такое Очень Интересная Фраза И Также Предложение Структура Очень интересная Которую Вы можете Использовать Вы можете Сказать Вначале Что-то Произошло Что-то Случилось И После этого Добавить So So Did Something Something К примеру Вы можете Сказать As Her Family Grew Не путайте Не путайте Вы должны Произносить З В конце Должно быть Звук З Не С Потому что Если вы скажете С Это будет Ну вы поняли Да И Вы должны Говорить As Her Family Grew То есть По мере Ее Роста Семье So Did The Business Как же Рос И Бизнес То есть Эта Фраза Очень Полезна Когда вы Говорите Что вначале Что-то Случилось И Так же Что-то Другое Тоже Одновременно Выросло Или Что-то Изменилось Давайте Напишите Так же Свои Примеры В Комментариях Я обязательно Почитаю Давайте Поехали Дальше К примеру Вы можете Сказать Вот Это Очень Полезная Фраза Обязательно Запомните So Did For Example К примеру Вы можете Сказать She She Became Famous So Did I Она Стала Популярной Так же Как и Я So Did I So Did I Хорошо Tear Apart Это У нас От Да У нас Получается Здесь Торн Apart Торн Разорванный Но здесь Так же Как мы На русском Говорим Расколоть То есть Ее Семья Буквально Как бы Раскололась Буквально Разорвалась Да Хорошо Хорошо Мама Эмильда То есть Здесь Он Рассказывал Про Свою Про 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 Бабушку То есть Для того Чтобы Сказать Про Бабушку Или Про Дедушку Мы Должны Использовать Grand То есть Grandmother Означает Бабушка Если мы Добавим Great То есть Great Переводится Как Замечательный Отличный Великий Да И Если мы Добавим Great Mother У нас Получится Про Бабушка И Как же Сказать Про Дедушка Правильно Father Если вы Помните Это Праздник Который Что у нас Было Да Это Правильно День Мертвых Ну Вот У нас Мама Коко Стала Такой Вот Старенькой И Она Является Прабабушкой Great Grandmother Of Мигель Right Мигеля Ульо Сори Я Мне что-то В голове Вертелось Слово Имя Мигель Потому что У меня есть Знакомый Друг По-моему Он из Испании И его Зовут Мигель Прошу прощения Но Нашего Главного Героя Зовут Хулио Я даже Не знаю Что сказать У меня По-моему Тоже Память Как у Коко Потому что Да Его Все-таки Зовут Мигель Я не Некоторые Проблемы Круто Смотрите У нас Наш Мигель Использует Такую Конструкцию Как Used Которая Означает То, что вы делали раньше То, что вы делали раньше Чего вы сейчас Как бы не делаете К примеру Вы можете сказать I used to smoke То есть Я курил Это вы говорите Как бы В прошедшем Как бы вы курили А сейчас вы Этого не делаете И чем оно Отличается от Past tense Пример Прошедшего времени Тем, что Past tense Прошедшее время Это произошло раньше И Вы как бы Не говорите Что сейчас Это Вы делаете Занимаетесь Этим Или нет Но Used to Является Как бы То, что вы раньше Делали А сейчас Вы не делаете То есть То же самое Как раньше Я курил А сейчас Я этого не делаю Вот Used to То есть Чем вы раньше Занимались Или вы можете сказать I used to be fat Я был толстым А сейчас Вот я Изменился Да У вас Должно быть Какое-то изменение Вот Used to Очень полезно Вы можете сказать I used to run everyday Раньше Я бегал Каждый день А сейчас Я этим не занимаюсь Потому что У меня есть работа Как бы Да Или Не знаю Я очень стал Ленивым Так что Не удивляйтесь В этом Фильме Также Есть Некоторые Слова На Испанском Мексиканском Испанском Так что Это Не английские Слова К примеру Вот это Слово Ми Ми Михо Видите Здесь Перевода Нету В нашем На нашем Сайте Пазл English С которым Я работаю Так что Если вы хотите Посмотреть Этот фильм Полностью Заходите На этот Сайт По ссылочке В описании И обязательно Смотрите Это очень Интересно И очень полезно Так как Здесь у нас Также есть Можете Останавливать В любое Время Можете Смотреть С двойными Субтитрами И здесь Есть коллекция Других Фильмов Которые Мы С вами Разберем Обязательно А вы Обязательно Смотрите И учитесь Английский Не только Пассивно Но и Активно То есть Записывайте Слова Которые Вы не Знаете Или Вы здесь Также Можете Просто Взять И добавить Какое-то Слово Вот К примеру Любое Слово Вы можете Добавить К примеру Вы не Знаете Слово Dimple Что Значает Ямочка Dimple Да Вы можете Добавить Слово Свой Словарь Также Можете Посмотреть Другие Значения То есть Этот сайт Очень Сайт Уникален И он Является Очень полезным Для того Чтобы Учить Очень много Новых Слов Так что Да На этом Я закончу Если вам понравилось Видео Обязательно Делитесь С друзьями И А мы Увидимся Завтра See you Tomorrow Bye-bye